Всем привет, Дубки на связи. Ребята, перед вами бригада кур, от которых я сейчас набираю яйцо себе для инкубации. Они перевернули, видимо, ночью ведро. Я им вот налил, и они с жадностью теперь пьют. Здесь куры помесные амираукана, помесные мараны и загорские лососевые петухи. Здесь два марана я купил недавно, других кровей. И один петух, вон там он в углу, чернокожий ухейлюй. Как вы знаете, я люблю кур, которые несут пасхальное цветное яйцо. И здесь вот у меня такая подобралась бригада специально, чтобы яйцо стало еще интереснее, еще забавнее. Сейчас я вам скажу, какие у меня планы и расчеты на это стадо, и зачем здесь такие куры и петухи. Куры у меня здесь частично помеси прошлогодние амираукана с мараном, которые уже несут зеленоватое оливковое яйцо. Есть помеси амираукана с моими цветными курами, которые несут такое голубовато-зеленое яйцо, он такое светлее, чем оливковое гораздо. Помеси мараны прошлогодние от моего старого петуха марана. Три штуки здесь курица, одна черная и две такие пшенично-белые сплэш. Вот она идет, это помесь родонит и с петухом мараном. Она белая, но яйцо несет красно-шоколадное. И загорские лососевые. Они яйцо хоть несут обыкновенное бежевое, но все равно, если их будут топтать петухи и мараны, то помеси от этих кур и петухов будут нести красно-шоколадное яйцо, а если этих загорских потопчет петух ухи и люй, то и куры получатся интересные такие чернокожие, и яйцо у них будет голубовато-зеленое, тоже интересное. Но основной мой расчет на то, что у меня здесь есть несколько кур, которые несут темно такое, ближе к темно-оливковому яйцу, если этих кур будут топтать мараны, то будет такое коричнево-оливковое красивое яйцо. Я вам на экран выведу, что я примерно хочу получить. И поэтому буду набирать отсюда. Ну вот такие у меня хитро-замысловатые планы на моих кур, и какое потомство от них получится. Также у меня отдельно сидят амеруканы чистопородные, которых я тоже отбирал лучших из лучших себе на племя. Ну, не только себе, которых я и продавал в этом сезоне. Тоже они пока сидят отдельно. Как только наберу яйцо от этих кур и от них, заложу в инкубатор и тоже их пущу в общее стадо, потому что неудобно обслуживать, когда куры разделены по нескольким отсекам, по нескольким загонам. Ну, по крайней мере, для меня. А еще у меня отдельно с вторым, у меня еще второй петух ухи и люй есть. С ним отдельно еще сидят тоже пять кур, помесь из борковской барвистой породы, прошлогодние куры. Ну, там расчет, чтобы сохранить кровь моих деревенских кур, ну, и прилить к ним тоже чернокожую эту кровь, чтобы такие куры получились более с темным мясом, и опять-таки они будут тоже с цветным голубо-зеленым яйцом. Ну, вот у кур стоят, тут два бачка под гнезда, вот у них такие яйца они несут. Получается, смотрите, вот такие довольно темные оливковые яйца уже несут мои куры, так вот, чтобы не отсвечивало. Это помеси марана с амируканой. Вот, еще есть. Ну, оттенки разные, видите, да? Если кур, который несут эти яйца, будут топтать мараны, получится вообще офигенный цвет, красивый, эксклюзивный. Кстати, одно такое, не одно, а я общаюсь с американскими фермерами, которые тоже занимаются пасхальными яйцами, реализацией инкубационного яйца. Они тоже подсказывают мне вариации, каких кур скрещивать с какими петухами. Естественно, мы через переводчик общаемся, но я у них спрашиваю цены. Они продают не десятками, они продают по 12 штук у них ячейки. И, то есть, 12 вот таких вот яиц инкубационных у них стоят 110 долларов. Представляете, ребята, это сколько? Это, грубо говоря, 8 тысяч стоит 12 инкубационных яиц. И какие смешные цены у нас на такие яйца. Ну, на следующий год я тоже специально, я в этом году проверю, как работает эта методика скрещивания вот этой двухлинейной гибритизации. То есть, вот эти куры у меня, получается, они сейчас F1 гибрид маран-амероукана. И я их еще раз гибритизирую сверху мараном. То есть, у меня полностью будут F2. Посмотрю, как сработает это скрещивание. И на следующий год тоже буду гораздо дороже продавать инкубационное яйцо. Я уже буду точно знать результат. Он будет предсказуемый. И я буду, ну, уверен, что я продаю. Такие дела. Ну, это вот, видите, оно яйцо голубоватое. Не чисто голубое. Это помеси кур моих домашних с петухом и маруканом. Они здесь тоже присутствуют в стаде. Ну, а это яйцо от Загорских лососевых кур. И это... А, камера, она какая-то бледная. Но это мараны. Первое поколение маранов. Но они... Нет, они светлее стали. Были гораздо темнее. Я вам показывал ранее. Такие дела. Так, ребят, просили вы меня показать мой витринный холодильник. Ну, вот так он выглядит. Это витрина финского производства. Ей около 30 лет. Я ее покупал бэушную. Лет 8 назад за 5000 я ее брал. Три года назад меняли на ней компрессор. Что-то он полетел. Ну, и после с новым компрессором стала появляться вот наледь в морозильной части. Температуру она держит неравномерно. Вверху холоднее за счет того, что ближе морозилка, ниже, теплее. Но у меня там зреют сыры. Для них там оптимально. В морозилке обычно храню масло. Но сейчас его нет. Масло в лед идет. Ну, и ближе молоко. Там обычно я молоко в ней не храню, а только то, что пойдет на сепарацию. Ну, и так готова продукция. Ну, сейчас давайте посмотрим. Ну, как сказал молоко, уже подписываю, чтобы не спутать по датам. Ну, обычно я 2-3 банки оставляю. Дежурных я называю. Остальное в бидонах на переработку. Сметанка, творожок, фасовка по полкило. И здесь вот у меня сырочки лежат. И на нижней части я ставлю ячейки с яйцами. Но яйца тоже быстро расходятся, не успевают. Это сыр. И вот сверху ложу дату, когда варился. Это французский пареный. Это французский пареный из козьего молока. Это французский с тыквенными семечками. Вот. Это сыр с томленным молоком, который мы с вами тоже недавно варили. Здесь примерно 8 градусов. Ну, вот он лежит здесь, вызревает. И я его каждый день переворачиваю. Тем самым, вот происходит в таких условиях у меня возревание сыра. Ну, я думаю, удовлетворил я ваш интерес. А, мою я ее еще обязательно с добавлением уксуса. Когда сыр, ну, вообще не сыр, но морозилку мою. Холодильник этот. В воду в тазик добавляю несколько столовых ложек уксуса. Эссенции, не столового, а именно прямо этого концентрированного. И промываю тоже. Оно дезинфицирует и удаляет запахи, если они появились. Так, ребята, как вам мой новый забор? Видите, да? Не нравится вам он? И мне не нравится его отсутствие. Вот. Это вот метраж, что мне нужен будет забор. Вот эту сторону заменить, сетку. Потом вот здесь, вот этого угла, плюс 5 метров сюда к дороге. Здесь калитка. Откатные ворота планируются. Далее забор, забор, забор вдоль этого столба туда. Там я планирую распашные 4-х метровые ворота. Ну, чтобы КамАЗ заехал, мало ли что там, на участок туда проехать. И вдоль той границы еще 5 метров. Ну, короче, всего 55 метров. Минус 4 метра распашные ворота, минус 3,5 метра откатные ворота, минус метр калитка. Ну, короче, я все знаю. Метраж, что мне надо. Думаю, сейчас я позвоню в компанию, которую там через Авито, через какие-то другие доски объявлений в интернете найду. Приедет бригада, все замеряют. Мы все, как, сейчас все через договор, заключим договор. Я дам деньги на материал. Они приедут через несколько дней, как будет готов материал. Все у меня установят, и я заплачу окончательную сумму. А не тут-то было. Оказывается, нифига, до них еще, во-первых, не дозвонишься. Если дозваниваешься, они берут трубки, потом резко отвечают, что мы заняты. Мы перезвоним, и не перезванивают. Потом, значит, если на сообщение пишешь... Ну, я же знаю метраж, я знаю мои требования, мои запросы, что я хочу. Я пишу, рассчитайте мне работу, материал. Короче, на сообщение не отвечают. Вообще ужасно. Те пару человек буквально мне только ответили, что вот за три дня мы ставим, но цены, знаете, на этот забор... Ну, я, грубо говоря, рассчитывал так, знаете, в 200 тысяч уложиться вот в этот период, чтобы и только я его не касался. Потому что, ну, некогда мне им заниматься. Я сам не хочу этим заниматься. Это не мое. И как бы, ну, такие вот у меня были мысли изначально. Короче, либо мне ценник ставят 330-340 тысяч. Мы приедем, все это моментально сделаем. Ну, знаете, 150 тысяч плюс. Но я вообще никак не рассчитывал, чтобы забор у меня в такую сумму обошелся. Короче, на замеры не приезжают. И в объявлении написано, например, что выезд на замер бесплатно, но при этом они просят 500 рублей за выезд. Типа, вдруг мы к вам приедем, а вам наши цены не понравятся, что мы просто так что-то прокатаемся. Ну, вы же пишете в объявлении, да? Это в ваших интересах. Ну, короче, на замеры никто не выезжает. Дозвонился до одной компании. Твой забор, по-моему, называется. Менеджер со мной по телефону все поговорил. Сказал, да, сейчас вот бригада замерщиков поедет. Завтра, послезавтра они будут у вас. Как будут подъезжать к домкам, они вам позвонят, уточнят, куда подъехать. Ну, да-да. Короче, выехала ко мне бригада замерщиков. На подъезде к моему дому они звонят, чтобы уточнить адрес. И голос такой в телефонной трубке девочки, октябренка какого-то. А куда подъезжать? Знаете, мне сразу хотелось сказать, что типа уже никуда. Мне уже сразу не нравится. Ну, я как-то свои вот эти вот решил отбросить. Ну, сказал адрес, все подъехали. Вышел такой огромный амбал. Рост точно больше двух метров плотного телосложения. И с ним второй мужчина в образе такого, знаете, как лапенка в образе этого инженера. Такой маленький, щупленький вот с голосочком вот этой вот девочки-октябренка. С трехметровой рулеткой ребята приехали замерщики. Ходили тут у меня, мерили. Я говорю, я знаю размеры. Я вам на листочке все покажу, расскажу. Нет, мы сами. Я голосом изображать не буду вот этого, потому что, значит, вы там со смеху все штаны обмочите, как он разговаривал со мной. Знаете, у меня сложилось такое впечатление, что он слово забор услышал от меня второй раз. Первый ему сказали, что вот надо ехать на замер забора. А второй раз, что вот я ему ответил, мерить забор это ко мне. Они вообще ничего не знают, ничего не понимают. Начали мне про откатные ворота. Я хочу сюда. Они начали говорить, о, у нас как раз есть каркас. Он, правда, у нас два года лежит на базе. Мы его сделали, но от него отказались. Давайте мы его вам поставим. Потом, значит, я цвет. Вот, хочу графит забора профиля. Он начал меня отговаривать, что графит будет дороже, давайте что-нибудь подешевле. Представляете, бригада замешников приехала. Никакого размера эти вот столбы, профиль направляющий, неплотность материал. Ну, я в строительстве вообще ноль, поэтому, как понимаю, так и говорю. У нас вот как проходной двор, это дорога на эти, на платные пруды, поэтому, как проезжая часть у нас здесь. Ну, короче, все померили. Я думаю, они мне сейчас сразу на месте с калькулятором там рассчитают, да, и цену скажут, да, и я им скажу, типа, согласен, не согласен. Короче, мы вам позвоним позже. Два дня не было звонка, звонит мне на третий день, я уж про него забыл. Вот эта вот девочка-октябренок мне звонит. Это Евгений, вы меня помните? Мы приезжали к вам мерить забор. У нас получилось 235 тысяч. Ну, короче, я говорю, мне ваши услуги не нужны. И забор я буду заказывать другой компанией. Ну, он мне сказал, как хотите, и уехал. Потом, что, через несколько дней мне звонит, как я понял, сам директор. Вот к нам приезжали ваши замерщики, а почему вы отказываетесь от наших услуг? Ну, я ему и выдал весь мой спектр негодования, что мне не понравились, во-первых, ваши непрофессиональные замерщики, которые слово «забор» впервые, наверное, услышали в жизни. Начал на него наезжать. Говорю, где каталоги? С образцами материала, с образцами профиля, с цветами профиля, со всей вот этой вот шалупонью. Ну, как это должно быть? Я говорю, ритуал приезжает, у них и то все на месте. Че, как, почему, по каким ценам, как это будет выглядеть? Говорю, вы, говорю, первый год с забором же занимаетесь. Мы в этом году еще никому не ставили, мы еще ничего не делали, и поэтому по этому году у нас никаких ни образцов, ни расценков нет, мы вам ничего не можем такого сказать. Ну, короче, что-то я его начал еще предъявлять. Не понял, что я ему начал предъявлять. Этот мужик начал заикаться, представляете? Мне в трубку. Что-то хочет сказать, не может. Вот, начал передо мной извиняться, извините, мы обязательно улучшим наш сервис, чтобы быть конкурентоспособными. Я говорю, да мне это уже, говорю, все равно, что вы там улучшите, чего нет. Говорю, это вам в дальнейшем работать и с вашими замерщиками. Я говорю, я еще с ужасом представляю, что у вас там за бригадой, которая забор мне этот ставить будет. Ну, короче, он передо мной тоже через вот эти заикания поизвинялся. Ну, короче, такие дела, ребята. Такие вот у нас профессионалы. Что в итоге? В итоге приехали мои двоюродные братья, говорит, паш, давай, херней не страдай, что эти деньги еще девать некуда. Мы, естественно, все работаем, все занятые люди. Ну, уж как-нибудь это время мы выкроем, расправим тебе забор. Ну, в итоге сейчас тут Дубковский мужчина занимается у нас изготовлением откатных ворот. Он приехал, сделал мне все замеры. Короче, жду тоже расчет, что он рассчитает. Знаете, приехал мужчина. Вот по нему с первого взгляда сразу понятно, что он профессионал своего дела. Он, ну, во-первых, мне его здесь на Штубковске рекомендовали, кто у него уже ранее заказывал ворота, и они довольны его работой. Сейчас вот жду, он мне должен составить рисунок, ну, как не рисунок, а схему, схематично вот этот вот, что как будет выглядеть, со всеми размерами, расценками, и вот пришлет мне на WhatsApp на утверждение. Такие вот дела. Короче, откатные ворота буду заказывать у этого профессионала, а дальше будем с братьями работать. Ну, конечно, будет подольше. Но я-то вообще рассчитывал, что как сойдет снег, я начну вызову эту бригаду, мне все поставят. Во-первых, мы ждали утверждения геодезиста, что, ну, вот этот промежуток мне присоединят. Это получается 5 метров на 30 метров, 5 ширина, 30 в длину. Это, грубо говоря, полторы сотки мне еще к моему участку прилепилось. Ждали вот, что это точно будет у меня оформлено законно, и потом вот я до этого времени я не заказывал эту... Ну, про забор даже ничего не уточнял, потому что вдруг не получится присоединить по этой дачне амнистии. Ну, короче, все получилось, вот теперь дело за забором. Такие дела. Это орех, у меня что-то подсох, три ветки, вот несколько спилил, там еще надо убрать. И вот эти яблонки, которые я заказывал в садах Урала. Четыре штуки, это штамбовые сорта. Ну, так она выглядит, вдруг кому-то интересно, тоже я ее посадил уже на территорию будущего моего двора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова